привет я дарья поздняк и сегодня мы опять с вами говорим про композицию как образец мы возьмем рисунок сделаны на прошлом уроке где у нас с вами сидят две девушки в среде и поговорим какие варианты композиционных решений можно было бы сделать имея такое изображение будем работать маленькие делать эскизики и рассуждать смотрите во первых первый вариант который напрашивается так как девушки образуют практически квадрат я бы попробовала их закомпоновать в квадрат смотрите я беру массу девушек легкой линии намечаю их вот здесь в центре листа две головки вот я закомпоновала девушек вместе с красками меня получилось пятно в центре квадрата единственное что снизу вы помните надо дать место немножко больше давайте я сейчас более темным маркером прорисую что вам лучше видно тоже особо без деталей так вторая голова шла рука вот наши девушки сидят смотрите внизу место больше сверху место сможет даже вот так вот например как вариант композиция дальше добавляем ки у нас есть предметы стол стул и можно парочку элементов залить в данном случае мне даже хочется задний план сделать темным можно было бы тогда волосы девушек сделать не темным тоном а например средним чтобы они заиграли на заднем темном плане вот вот так и вот здесь в поддержку поставить какой-то предмет предмет даже тот же самый наш горшочек или стаканчик какой-то с кистями вот это первый вариант композиции давайте чтобы он был прям завершенным давайте волосы закроем закроем тоном тут какая-то одежда конечно пойдет так и что вот здесь какое-то пятно можно сделать или краски или планшет сделать среднего тона интересная композиция как вам кажется и так же вот хочется вот здесь добавить горизонталь помните я говорил чтобы немножко успокоить вот это вот диагональное движение хочется успокоить в принципе можно даже был бы сделать до верху закрасить этот кусок фона но тогда сольется волосами но это как бы на ваше усмотрение как хочется кстати вот здесь еще я дырку пропустила здесь тоже можно закрыть темным тоном да первый вариант композиции мы разобрали давайте теперь сделаем вертикальный вариант мы сделали квадрат давайте сделаем вертикальный вертикальный я рисую рамку сажаю девушек обратите внимание что на самом деле с одного и того же изображения можно сделать очень много вариантов композиции вам не обязательно перерисовывать изображение как оно есть вы можете двигать предметы находить удобные ракурсы интересные классные поэтому мы сейчас с вами и рассматриваем этот вариант композиции разных вариантов разных вариантов как можно закомпоновать предметы так сверху многовато дала дала многовато а здесь можно добавить смотрите сейчас я залью сразу что-то сразу сделаю темным сразу же будем заливать будем заливать в данном случае стул я решила ввести в подрез листа так дальше так дальше идет давайте давайте волосы дам опять темным так вторая второе лицо так и один и и и и и и и и так и здесь у нас краски краски тоже будут выходить в подрез листа чтобы они уголком не упирались они будут выходить в срез вот практически наша композиция готова только нужно добавить стол здесь это может завершиться и можно еще для большей выразительности залить пятно средним тоном варианта у меня сейчас два либо залить задний фон либо залить полностью девушек но мне больше нравится за вариант залить фон да вот здесь я думаю тоже можно залить этим жетоном будет отлично вот второй вариант эскиза мы нарисовали и нам осталось сделать третий вариант горизонтальный только давайте мы девушек переместим как-нибудь не так как было у нас в частной эскизе а как-нибудь по-другому мы их немножко переместим еще в бок и сделан горизонтальный вариант я предлагаю больше сдвинуть их вот сюда а здесь дать какой-то интерьер показать пойдет стул вот этот окно Теперь давайте девушек прорисуем. Здесь, кстати, плечо у нас выходит в подрез листа, пусть уходит, это даже хорошо, здесь планшет можно нарисовать, здесь, то обведем нашу рамку, так, и кстати, можно здесь сделать очень смелый ход, давайте так и сделаем, только давайте вот они тут будут рисовать на каком-то листе, а краски я поставлю вот сюда. Вот так, и вот здесь поставлю какой-то светленький кувшинчик, так, вот, и давайте теперь весь стол зальем темным. Так, итак, итак. Вот так. Продолжение следует... Вот у нас, значит, вот здесь планшет, здесь они что-то рисуют. И подправим задний план. Можно даже дать на заднем плане вот эту линию проявить. Может быть, там какая-то рома. Тут поштриховать. Тут оконник. Например, как вариант. Так. Итак, у нас из одной картинки получилось три варианта эскиза. Квадратный, вертикальный, горизонтальный. Также в разных тональных вариациях решен, где мы раскладываем каждый эскиз на три тона. Светлый, средний, темный. Но меняем эти элементы по-разному. Ваше домашнее задание. Вам нужно взять любую фотографию и сделать с неё минимум три эскиза. Можно даже сделать пять, шесть и больше эскизов с одной фотографией. Разных по композицию, по формату, а также разных, где вы меняете тональность элементов местами. И смотрите. И эти элементы внутри композиции всё время перемещаете. То есть, видите, у меня вот здесь объекты сидят по центру, здесь объекты сидят по центру, а здесь я взяла их и сильно сдвинула вбок. Они аж в подрез листа ушли. То есть, старайтесь, чтобы все ваши эскизы с одной фотографией, чтобы они все были разные. Вам нужно сделать минимум десять эскизов. Если вы делаете по три компоновки на одну фотографию, значит, вам нужно взять минимум три фотографии, а лучше даже четыре. Тогда у вас получится двенадцать эскизиков маленьких. Не нужно эскизы делать очень большими. Вот такой размер вполне подходит. И такая степень детализации тоже вполне подходит. Со временем вы поймёте, насколько классный это инструмент, умение делать такие быстрые зарисовки. А с вами была Дарья Позняк. И до новых встреч!